Сегодня вечером объявлено, что Министерство энергетики России и Еврокомиссия в ближайший понедельник обсудят в Берлине дату и место второго раунда переговоров по газу. Первый, напомню, состоялся 2 мая в Варшаве. Там представители Евросоюза признали, что Украина не платит за полученное топливо. Долг украинского нафтогаза перед Газпромом превысил 3,5 миллиарда долларов. Киев уже переведен на предоплату. Все это и, конечно, будущее газового транзита из России на запад через Украину обсудили сегодня в Брюсселе. Европейские бизнесмены и промышленники. Чиновников из ЕС не дождались. Репортаж Дмитрия Сошина. На конференцию «Газовый диалог России-Евросоюз» евробюрократы не пожаловали, хотя встреча в Брюсселе в двух минутах езды от их штаб-квартиры. Бизнесмены, в отличие от чиновников, пришли. Газовые компании Старого Света не готовы лишаться прибыли от российских контрактов. Отношения с нами они строят, исходя из коммерческого интереса. Их, похоже, больше, чем политиков, волнует безопасность транзита российского газа через Украину. Мы верим, что газ играет важную роль в энергоснабжении Европы. И мы довольны нашим 35-летним сотрудничеством с Россией в газовой области. И мы хотим его продолжать. Для нас Россия – это важный партнер. По сути, Евросоюз требует от России бесплатной помощи украинской экономике. А готовы ли, скажем, французы работать на благотворительной основе? Этот вопрос глава Российского газового союза задал своему европейскому партнеру. Жан-Франсуа Сирелли – не только президент газового союза Старого Света. Он еще и глава компании «Газдефранс Суэс». Будет ли компания «Газдефранс» поставлять газ Украине, если Украина за него не будет платить? Если она не будет платить, сколько времени «Газдефранс» готов поставлять газ на условиях неплатежей? Месяц, два, год? Вы действительно хотите услышать мой ответ? Вы же его и так знаете. Позже ответ от дипломатичного бизнесмена все же прозвучал. По определению – нет. Когда вы подписываете соглашение продать что-либо, вы рассчитываете на прибыль. Это смысл любого бизнеса. С одной стороны, в Брюсселе понимают – Украина – должник. Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер признал – Киев не выполняет условий контракта и не платит, даже по старым ценам. При этом Еврокомиссия и Киев требуют от «Газпрома», как они говорят, «справедливой цены». Украина сама не способна это решить. И, напротив, ей кризис этот выгоден, поскольку в этот кризис она может, спекулируя на своем положении транзитера, просто не платить за газ, что и происходит последние несколько месяцев. В Европе, кстати, понимают справедливость требования России о предоплате. Ее алгоритм зафиксирован еще в январе 2009 года в договоре между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». В этом документе четко говорится об обязательствах сторон, если одна из них не выполняет условий сделки. В случае, если покупатель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои обязанности по оплате стоимости природного газа, то, начиная со следующего месяца поставки до окончания срока действия контракта, оплата природного газа осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 контракта. Продавец не позднее 16 числа месяца предшествующего месяцу поставки осуществляет выставление предварительного счета оригинал почтовой связью. Оригинал должен быть представлен покупателю не позднее 20 числа месяца предшествующего месяцу поставки. Покупатель не позднее последнего дня месяца предшествующего месяцу поставки осуществляет оплату в размере 100% стоимости месячного объема поставки на основании счета продавца. Вместо того, чтобы в очередной раз выдумывать санкции против России, Брюссель может реально помочь в разрешении газового кризиса. К сожалению, Россия меньше, чем ранее, может влиять на ситуацию на Украине. Потому что Россия практически не вмешивала самостоятельно дела в Украине, несмотря на тот кризис, который там случился. Создал этот кризис, по сути, Америка вместе с Европой. И понятно, что степень влияния сегодня на те решения, которые принимаются сегодняшним правительством Украины, оно есть. И поэтому мы сегодня говорим, что вы создали эту ситуацию, и поэтому вы тоже ответственны, и не только Россия, за поставки, за надежность поставок газа через территорию Украины, на территорию Восточной Европы, в целом Европы. Поэтому мы и просим Евросоюз подключиться. Европейцам еще раз напомнили, полноценное использование мощности Северного потока поможет в будущем избежать непредсказуемого украинского фактора. И это не единственный вариант. Строительство Экзобровода, Южный поток, соглашение, которым подписано шестью странными участницами, двусторонние соглашения, которые реализуются в рамках этих соглашений, и первый газ должен пойти в 2016 году вначале, полностью исключит риски транзита газа через Украину для всех этих стран. Киев теперь должен до 3 июня заплатить за газ по новым счетам. А выделенная МВФ-помощь как раз предусматривает оплату долгов за российский газ. Времени на самом деле в обрез, потому что сейчас западные энергетики вовсю готовятся к зиме и активно пополняют свои хранилища. И им никто не может дать гарантии, что в ближайшее время Украина не станет отбирать предназначенный для европейцев газ. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Марина Елисеева, Первый канал, Брюссель.